Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии заинков на морской карте Архипелаги в Сидмерс Цивилизацион 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к началу, ссылка на первую серию есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать просмотр не с середины, а с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра. Так, что там с религиями? Три основана. И все неизвестные, да? Неизвестные, неизвестные, неизвестные. Вопрос с... С тем, набивает ли кто-нибудь четвертой религию? Стоит ли мне думать о религии? Раз, два, три. Нет, никто больше не набивает, поэтому, возможно, про священное место стоит подумать. Да, блин, когда ты превратишься уже? Не знаю, не хочу ему сто золота давать. Вообще. Нихрена себе, берема приплыла. Да. Ну, по идее, город не дал, хотя... Хотя, ребята... Ну, короче, это больно будет сейчас. Это будет... Если он будет атаковать город... Ну, там, знаете, для беремой все-таки флотоводец нужен, чтобы она прям офигительно работала. Варвары ж не могут это сделать. Так, кто-то ученого взорвал на библиотеке. Кто это такой? А кто это такой, а? А кто там, кстати, этого набил? Полководца. Там никто никого не волнует, что там кто-то полководца набивает. Нет, точно там флотоводца набили. Разве это флотоводь? А, точно флотоводец, сорян. Ну, там как бы тягово не... Флотоводец это очевидно, дед бородед, да? Ну, да, там написано, что ты... Мне не написано. Нет, там написано, неизвестный игрок, но я видел, что именно ты набивал больше всех очков. Ну, написано, больше на улице прежде, да? Ну, прежде наняты. Ну, и где тут написано? Неизвестный игрок. А, вот, неизвестный игрок дед бородед, да, точно. На маленький вопросик надо навести. Лятый дед. Кто этот неизвестный игрок? Не, ну, слушай, как бы... Че, там флот формирует? Ну, это как бы нормально. Нормально, да. Идея, точно рынок не открою. Как-то пропустил, что у меня воина убили. Не, ну, короче, беремене, разграбила янтарь. И куда-то уехал. Да, коглин, когда вы превратитесь, еб... Я, главное, не могу высадить, мне даже лучниками себя буду защищаться, мне это не поможет. Короче... О, Митла, под влиянием... Харима, а я Харима Мару встретил. Привет, Алексей. Здорово, я так понимаю, что я тебя через ГГшку встретил, видимо. А, что ты нашел? Ну, ту ГГшку, которую ты засоюзил. У тебя их много, да? А, что ты нашел? А, все, я вижу, что ты нашел. ГГшек, да, ну, я встретил много. Интересное целое тебе выпало. Да, очень интересно, я не знаю, честь не делать. Ладно, я дам им 100 монет, надоело. Просто хочу, чтобы можно быстрее было. Ну, давай, превращайся в ГГшку, пожалуйста. Есть. Лахор, хрень полная. Ну, начнем. Все, а ты уже кого-то выносишь на своем флоту? Пока меня не вынесли. Я тут добрый. Да, можно покупать уникальные юниты. Блин, бедный мужик. Я зашел в первый раз играть в игру в эту. И это же получать по щам, ну, надо же так. Так, ну, наверное, наверное... Хотя, что мне в митл отправлять, когда меня там... Когда меня даже ни одного кампуса нету с другой стороны. Так, давайте ученичество отложим. Ребят, давайте перерыв, когда в новую эпоху выйдем. Давайте перерыв, когда меня убьют. Вот это, конечно, я. Не факт. Денег нет, ничего не купите. Население. Флот Галер, это больно, но не настолько. Флот Галер, это больно, но не настолько. А че? Так, не задумался. Подойдем, купил этого. Я не покупал я его. Ну, в смысле, ну, я понял. Ну, как бы лучше у чувака этот, великий флотовой. И тут вот весь вопрос... Так, давайте-ка мы подведем еще лучников. Хотя лучники плохо против. Берем работают? Нет, просто на море он или не на море. Вот в чем. Фига себе. Лояльность минус 22. Я, конечно, рискую здесь, плывя сейчас поселенцам, но... Судя по всему, риск оправдан, я че-то не вижу здесь этих... Семьем. Просто не начал опять долго буду ждать, понимаете? Нифига себе. ГГшка так быстро выросла. В смысле варварский клан. Прикольно. Так. Ну, я бы в Вашингтон все отправлял. Хотя тут есть и зонтовалии... На производство. С другой стороны. Так, я следующим ходом уже в золотой век я смогу за веру все покупать. Так, я следующим ходом убираю тайна. Давайте заповедник. Да. Окей. Пойдет, не упадет. О, кстати. О, кстати, нет, привет. Ого, не хренаси. Да, ты жесткий, конечно. О, дед, здорово. Я на твоем месте направо не плыл. Видишь, что со мной сделаю? Как надо мной надругались. У меня, смотри, я поставил его, чтобы он это... Больно? Да. Так, выйдем в героический... Ну, хорошо, там да. Ну, что там, да? Убрал тайнасов, я точно тут вверху. В этом вот это мы все берем. Ну, 15 это краешу в героический. Ну, а вообще, все. Давайте. Все в героический. Хорошо, 15 минут, примерно так. Да, плюс-минус. Что у нас? Все в деревне. Пока строительство. Походу, да. Так, геликарнас мы не строим. Ну, мы договорились, что мы его не строим. Поговорим. Все, пока в обранительную тактику. Что там за флотоводец? Сомнительно, не знаю. Создают морские требования технологии? Или того, которого забрали? Что там за флотоводец? Вот такой. Квадрирему и... Быстрее квадриремы строятся. Квадриремы козырствовали, да. Так, тут у нас еще одна колясочка. Приятно. Так, мы еще поселенцев можем теперь покупать. Но дело в том, что... Ну, кстати, вот тут можно поставить город. Здорово. Я сейчас, наверное, вот этот город выращу. И куплю реально. Так, вот теперь можно менять плюс 50% к поселенцам. Бонусы священного места. С двумя и более специальными... Ну, или караваны. Содержание юнитов плюс 8. Не особо. Против варваров нафиг надо. Чудеса не строю. Ну, не знаю. Строители, я знаю, тоже за веру планирую попокупать. Ладно. Давайте, наверное, караван пока. Поймем обратно. О, этот ГГшкой стал, похоже. Тоже. И первый Ватикан встретил. Кайф. Это был из Ватикана. Ой-ой-ой. Так, давайте уйдем. Сейчас у нас Касси Куско Куско может накрыть этим ураганом. Давайте мы туда поплывем. О! Ну, салам, алейкум. Араб. Здорово. Ну, я Ириску встречу до того, как его убьют? Ну, вполне да. Там еще сколько? Три города минимум. Мне туда надо налево плыть. Ну, даже и не знаю. Да, налево. Так что, в Союзе кто-нибудь вышел? Нифига-то разогнался. Что по культуре? Давайте водяную мельницу, потом древние стены. 48. Ну, это же он построил Артемидочку. Да, Артемидка вообще. Плюс 8 удовольствия. Смешно. У нас... Насколько? Ислам Каир. Ну, 22.10, когда что-нибудь, 22.15, правильно? Так, Индия, индуизм, Ислам Аравия. Блин, надо бы все-таки попробовать, мне кажется. Давайте глянем, где вообще у нас священные места могут становиться. Плюс 2, например, да? В принципе, почему нет? Я так понимаю, это... Овалии никуда не встанет. Ну, то есть, вместо кампуса я не хочу. Ну, да, слушай, нет. Нет, ничего, никуда не встанет. Уэлька-уамон. А если не секрет, сколько науки вход? Уэлька-уамон. Ну, че? Какие немножко есть? Ну, я знаю, что научные есть у Индуса, например. Баню. Ну, не знаю, почему. Как бы... Польша-то науки... Скажите, латиния в 73 науки. Ну, ну. Скажите лучше, какие у латиния ГГшки есть? Нету науки никакой. Давайте не начисляются точно ученых. Это вот прям сто процентов. Почему не фото-воцы? Потому что фото-воцы у всех и так есть. А фото-воцы у всех есть. Ну, не знаю, давайте забаним тогда научную тоже. Я бы, конечно, банил арабу, что там у него. Я не вижу, что было. Я тоже не вижу, что арабы. Но в любом случае не начислять ученых, это точно. Не, ну, у него, у него, понятно, наука от соседства скорее идет. Ну, то есть у него кампусы тоже есть? Наверное, у него там гавани дофига. Но это ж мы забанить не можем. Ну, он забрал... Одного ученого и одного флотоводца. Ну, кампуса у него, походу, три. Два. Удваиваются очки ученых. Интересно, кто так влил? Венгар и... И скиф? Нет, скиф флотоводца влил. Да, он флотоводца влили. Ну, отлично. Стоп, подождите. А почему удваивается, если запонить ученых было раз-два? Потому что, смотри, смотри, послушай. Тут сначала высчитывается, что А или Б. Понимаешь? Через жопу, через жопу сделано, не спорю. Вот за это не знал, честно. Я думал, типа, ну, что больше, то и падится. Нет. Понятно. О, он на Оланаку пошел. Нормально. Меня это устраивает. Что, ты в Сейвзе вышел? Наспокойся, ты с этим Сейвзем. Так, давайте посмотрим. У нас там способность еда за количество гор. Зря бы канул. Три вкушка, да? И Валька Уамен. Ну что, эти всякие, он что-то не тряпит? Не успел тут купить. Ну, не тряпит. Пока сидел, разбирался с голосованием. Не, поэтому я нисколько. Нет лошади. Блин, все-таки сюда наехал. Ну, ее... По максимуму все мне разломал, тварь. Надо срочно начинать. Просто нет слов. А почему так мало вкушка-то? Количество еды зависит от количества гор. Да, блин, почему еще лагает все? Ну, еп. О, господи, дайте походить. Что так реально мало-то? Извините, я отойду на минутку. Ну, тут как минимум три горы. Торговые внутренние пути плюс один к пище за каждую клетку гур в пункте... А, в пункте отправления, наоборот. Тварь. Фак. Минус ход. Ну, кстати, и из антовалии тогда можно отправить пока. А, почему тут... А, да. Сломана гавань. Артемисия великая. Ну, это араб явно здесь. Гипосписты. Так, ну, я пингалу до культуры. Да повышаю. Тут я просто... А я кучу выращу до двух жителей. Наверное, вот эту клетку выкуплю. Сразу. И как только вырастет до двух жителей, куплю посила за веру и сюда поведу город ставить. Блин, слушайте, опасно. Сейчас может убить мне колеру, вообще-то. Так, четыре-два. Оборонительную тактику открыли. Строительство оборонительных зданий. Ну, кстати, можно строительство оборонительных зданий поставить. Что у нас тут стоит? Торговые пути. Не, ну тут на гавани, наверное, и зданий в таких районах. Не, это надо оставлять пока. А из желтых карточек... Тоже пока ничего не ставим. Два кампуса. Два... Ну, два рынка мы вряд ли сделаем. Чем их точно не сделаем. Строительство все-таки открыл случайно. Ну, давайте уникальный юнит откроем. Да, блин, и военную инженерию можно открывать. Древние стены я построю, а вот акведук мне реально негде строить на самом деле. Просто вот сломал самые мои основные здания этот ураган. Ну, хоть ты тут лян в куска, кстати, сажай. Потом когда-нибудь. Так, ну тут буря куда-то делась все-таки. Слава богу. Посел сколько стоит? 140 вообще easy. Ну, может тогда рабочих покупать? Плюс мне еще надо, значит, посел 140. Торговец 205. Ну да, одного строителя точно можно купить. Так, давайте подумаем только где. Вот тут бы мне еще клетки выкупить. Блин, давайте карточку на выкуп клеток поставить, чтобы вот этот вокруг... Ну, давайте, наверное, здесь вонтовали, и я вырублю овец, вырублю... Да. А, плюс мне еще янтарь надо отремонтировать. Кстати, беремые, если вы думаете, куда делись беремые, то просто Ватикан. Они были от Ватикана, очевидно. И мне надо вот тут еще посмотреть. Стоп. Давайте я, в общем-то, туда и поплыву смотреть. Что у нас тут за остров? Может, там можно город поставить еще? Хотя выглядит, что нет. Но тут мы точно поставим. Кстати, может мне... Вообще-то воинам туда руинку собрать? Давайте сбегаю, соберу. И можно постоять, чтобы там еще не появился какой-нибудь этот варварский клан на всякий пожарный. Красивые места, конечно. Так, кого мне следующую брать? Рейну или Лян? Ну, конечно, Лян под аквакультуру. Наверное, Лян все-таки вонтовая льет пока. Так, гильдии. Соответственность промышленной зоны. Соответственность центра коммерции. Где у нас... Не видны, да, соседства морских? Видимо, все-таки надо исторические хроники открыть. И тут я... Блин, а что я хотел поменять? Какую-то карточку хотел поставить и забыл. Шьерт побери... А, стоимость покупки клеток, да. Давайте, наверное, вместо торговых путей. И вот тут надо выкупить все. Ну, уже в следующем ходе. Я просто не успел. Так, вот это, я думаю, сама. Стань, так, воя куча посела. О, тут еще какое-то место. Ну, хотя там Ватикан прям рядом, но... В принципе, там можно будет высадиться. Блин. Ну, это столица, между прочим. Интересненькая. Так, ну я, пожалуй, Лян до аквакультуры прокачаю. И, в общем-то, можно сразу покупать еще одного. Так, я хочу стены сначала доделать. Потом... Буду... Маяк достраивать и... Ну, ремонтировать, и, соответственно... Чуть позже будет еще один караван. Значит, тут можно купить строителя. Так, я нашел морскую традицию. Мне надо поставить морскую инфраструктуру стопудовую. Квадрилем у меня нету... Ни времени ее где-либо строить, ни, собственно, кого-либо убивать мне нету. Так, больше торговых путей. А, у нас еще Лян не приехала, блин. Ну, еще такого культура не строится. Ладно. Так. Вот тут я реально хочу сразу заповедник, пожалуй. Только вот так мы сме... А, подождите. Надо, наверное, все-таки через лошадей сменять, потому что тут будет аквакультура, иначе... А, по-другому я тут не смогу. Она не вернется потом обратно. Поэтому так делаем и так. Теперь сначала убираем бананы. Тут один ход пропускаем, ничего не строим. Здесь строим амбар. Стоим. Тут посел. Сюда. Что там с флотоводцами? Ну, кстати, хороший флотоводец. Нормально. Смогу по океану перемещаться. О, слушайте, так тут есть места. Так, ну, очевидно, мне надо еще на следующем поселенце. 160. Все, больше веру не трачу тогда. Тут откладываем производство. Здесь. Блин, тут рощу надо бы купить. Не строить. Сейчас я куплю рощу. По-моему, у меня должно хватать денег. А, 300. Блин. Ну, ладно, пускай пока построится. Плюс один к радиусу обзора и перемещение. Используем. На самом деле, он следующим ходом только заработает. А, блин, слушай, на кварский мид, по-моему, он на этих не влияет. Если оно через океан не пройти, будет так. Так, мы ждем пока лян прибудет. Тут уже пора высаживаться. Так, ну, тут вполне нормальный город. У нас Антовалья прямо на Селитре стоит. Тоже хорошо. Так, морскую эту открываем. Контерфорс давайте. Три рудника. Я не могу, когда мне промышленную зону ставить пока. А не, кстати, могу уже плавать через океан. Отлично. Так, стоп. Давайте тогда этим поплывем. Да, пока. Да, нужны рабочие. Наверное, давайте в Антовалье. Я куплю амбар. И куплю торговца. 270. Хватает. Потому что отсюда тоже на еду нормально бегают караваны. Да, выкупил, потому что тут я хочу заповедник ставить, чтобы эти клетки мне давали бонус, а не лохору. Лохору они и не будут давать, но просто, чтобы мне давали бонус. Замки и военную тактику ускорил. Больше торговых путей можно. Так, куска. 3, 2. Ну, там уже дорога есть, в принципе. Ну, одинаково, что так 3, 2, что так 3, 2. Ладно, отправим в куска, чтобы точно никто не ограбил. Да, эти юниты через океан не проходят. Только морские. Жаль. Так, где я тут могу поставить город? Ну, наверное, на камень надо. Или на скот. Короче, сейчас спущусь ниже. Тут, к сожалению, не для меня места. Блин, я рощу не отремонтировал. А, она изверглась. Да, блин. Ну, тут серьезно, Долян, видимо, прокачивать на это и пересаживать сюда. Потому что это мрак. Так, надо поменять карточку еще. Стоимость покупки клеток уже не нужна, а вот бонус от гавани нужна. Зачем мне побыть? Зачем мне с тобой дружить, вот скажи. Ладно, извини, пожалуйста. Хорошо. Судяшим с ним. Ну, 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 ладно. О, 6 науки. 6 науки. Плюс к науке зашибительный. В это время у араба 104. Ну, пошли в госслужбу, наверное. 6 ферм я точно не сделаю. Да, вот этот мне вулкан все портит. На самом деле. И периодически еще эти бураны. Налетающие. О, успокоился, слава богу. Или он... Нет, он просто перестал извергаться. Тут постою, чтобы реально не приеду. Киты есть, кстати. И очень неплохо выглядит. Блин, непонятно пока. Ладно, еще сюда пройду. Посмотрю. Так, сколько нам... Следующим ходом я смогу купить посел. Я это понимаю, да. Ну что, пора здесь кампус ставить. Таки... Не, ну акведук я не хочу. Он тут бессмысленен. Несмысленен. Амбар. Кстати, амбар, наверное, не помешает. Город растет хорошо, как жилье. Вот, а потом здесь кампус. Да, к сожалению, от заповедника только три клетки работать будут. Но тут вот соседство этих всех заповедников, я надеюсь, сыграет свою роль. Так, еда производства. Ничего не золочено. Еда производства. Рабочих у меня мало, несомненно. Ну, пока более-менее. Так, ну вот тут... Да, тут все-таки амбар тоже нужен. Денег маловато. Ну, араб, конечно, бы... Ну, у него это соседство, но я думаю, что и когда закончится этот век, у него нормально будет с наукой. И я думаю, что он пойдет Америку, скорее всего, захватывать. У меня есть ощущение такое. Но тут проблема. Он не может, например, столицу захватить. То есть ему придется, как бы, прыгать, переплывать тому. И, блин... Ну, слава богу, он меня не может тронуть. Мы плывем лечиться. О, еще одна ГГшка, наверное, будет. Блин, так тут еще территория, слушайте. Тоже можно заселять. Удовольство. Сырки, ты такой же сделал на твой город. Ну, на бывшем он. А мне нечем с ним торговать. Так, ну, нужно черепах обработать, видимо. В Балтимор отправлю, чтобы можно было, если что, дотягиваться до город... Ой-ой-ой, стоп-стоп-стоп. До городов... Араба. Так, я могу еще караван... Купить. Нет, не могу. Может купить... Нет, надо отложить на караван. Ну, на мой рабочий, ну, еще раз, катастрофическое извержение вулкана. Ну, вы прикалываетесь. Это... Слушайте, ну, это какой-то... Вот... Единственное место, единственное просто место, которое у меня есть. И оно вот так постоянно ломается. До вулкана еще этот приезжал. Ну, это прикол. То есть, это я уверен, что... Подкрученного. Ну, наверное, и у игроков других тоже что-нибудь такое происходит. Но это просто прикол. Очевидно, мне нужно лян все-таки прокачать на защиту и поменяться местами с пингалой. Когда я смогу? Блин, а тут ничего даже рядом нету. Средневековый ярмарок. Давайте средневековый ярмарок. У меня будет сейчас 4 торговых пути. Я хочу поменять прямо сейчас уже местами, чтобы это не откладывать. Я понимаю, что я потеряю сейчас науку и культуру, но... Это невозможно терпеть. Блин, куда я отправил пингалу? Антовалья. Антовалья. Все. Блин, мне бы вот тут заселиться на самом деле. Слушайте, может мне туда пока поселенца везти? Только тут уже латники. Но тут тоже надо город ставить. А, все, я лян убрал. Так, ну поехали... Поехали, вино обработаем. Блин, уже каравеллу у варваров. Жопа. Ой-ой-ой. А откуда там вообще три каравеллы? Это... Это же лагерь не вижу, откуда они там... Понасоздавались. Давайте я Ватикан пересоюжу. Потому что арабу слишком жирно, мне кажется. Я увидел всю карту, в общем-то. Так, я еще тут могу заселить, между прочим. И еще встретил Преслов. Но Преслов неинтересно. Да, вот тут надо город ставить. Игра мне предлагает здесь. Но там затапли. Я все-таки хочу на скот. Тут я сюда и не иду, потому что тут куча варваров. Мне надо туда с армией плыть. Ну и катиквадрилем построить, между прочим. Тоже хорошая идея. Так, давайте изонтовали еще один караван. Что тут у нас пингала сидит? Значит, нам его надо больше отъедать. Тоже на еду. Ой-ой-ой. 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 Американец-предложение. Буду на его территории лечить корабли. Ух ты, Женева есть. И там сюзерен араб. Что ты будешь делать? Блин, это так грустно. Что именно? Хорошо держишься вот так. Ну, очень долго. Я думал, что я быстро умру, но, видимо... Смотрите, какая клетка, да? Четыре еды, три веры и два... Ну, как бы это только... Две культуры. Но надо ставить тут, к сожалению. Надо ставить. Что-то я этими заповедниками просто улучшаю себе эти... Горы, в первую очередь. Но без науки-то я не могу. Задание Кэнди. Средневековые ярмарки открыли. Так, ну вот это можно убрать. И, наверное, соседство для кампусов уже можно ставить. Вообще, я квадриремы хотел. Ладно, кампусов у меня еще нету. Где тут плюс сто процентов морских юнитов? Нормально держишься. Белый город. Тут мы квадриремы будем строить. Блин, что-то долго. А вонтовали сколько? Тоже три. Давайте, наверное, тут одну сделаю. Тут я буду просто покупать рощу. Буду покупать рощу. Денег нет. Так, а тут далеко. Тут нету смысла к адрире. Ну, я хочу, чтобы вот этих вот обстреливать. Он сейчас все продаст? Нет, у тебя, если нету денег, то начнутся несчастья очень сильные. Угу. Я средневековый ярмарки открыл, чтобы, блин, прокачать. Но она пока не села. То есть я сейчас прокачаю ее на защиту от всех этих стихийных бедствий тупорылых. А, блин, тут еще... Ай, блин. Я забыл, что это еще дальше. Ну, почему так... Почему они так сделали? Это такой бред. Настолько надо лишнего прокачивать, грубо говоря. Ух ты. Слушай, тут еще ничего такой остров. На самом деле. Да. Там, правда, типа, араб близко. У меня что-то сомнение, что он решит его заселять. Недовольство ушло. Блин, надо бы черепах обработать. Хоть с кем-то чем-то торгануть. Союзы нужны. Американец, а ты в союзах или нет? Нет. А идешь в союзы? А ты американец, что ли? Нет, я еще не в союзах. Я просто не вижу денег. Они за феодализмом. Араб дружбу предлагает. А, слушайте, он может, хочет прийти меня обратить? Я зря принял дружбу. А, вы на одном острове? Я ошибся. Стой. Стойте, арань не работает. Да, я уже понял. Я уже почитал. Что работает-то? Не работает. Да, блин. Ну что вы прикалываетесь надо мной? Ну почему я всю игру просто ремонтирую районы свои? Да, он, короче, по-моему... Как в это играть вообще? Продает. Просто мрак. Вот, может, еще сразу квадрирему. Что-то как-то она быстро тут построилась. Было три хода. Почему-то стало... Ну, три квадрирема пускай будет. Разведчика дали. В общем, это мой уникальный юнит. Плюс одна дополнительная... Ну, кстати. Вот этим пойти сюда высадиться в тему будет. Судостроение я открыл. Да, я открыл сюда стак образования. Думаю, мне нафиг пока надо. Пошли в стремя. Ну не знаю, я просто не открываю ученичество. Я даже не знаю, где мне промышленную зону ставить. Хоть где. Хоть в каком городе. Хм, там плюс три. Или тут. Наверное, лучше тут, потому что можно будет... Хотя можно Петру будет попробовать. Петру ж никто еще не построил. Вообще в арабы должна быть Петра. Не, есть Петра. Что, араб без пустыни, что ли? Айтухая я сюзерен. Кагуана. Американец сюзерен. Кахокия. Создать священное место. Ну, вряд ли выполнен. Ну, кстати, первый послой бы в... Ну, короче, я бы Кахокию засюзеренил. С гаванями это неплохой бонус к деньгам. Тут я рощу купить хочу. Ну, она стоит 300. Он только что продал, короче... Блин, 3-х отряд. Наверное. Ха-ха-ха. Это было не очень. Ой, индуса полностью увидел. Странно, что он не... Ну, наверное, только один этот. Плюс 54 денег. То есть, как бы за 3 хода я накоплю на рощу. А строится она сколько? 9 ходов. Видите, мне ее покупать надо. Так, тут, пожалуй, строителя сделаем. Тут стою, если будут появляться эти... Ну, морские юниты. Блин, может тут... Ну, до нефрита я и так дотянусь. Ладно, наверное, ставим здесь город. Думал, на скоту, но тут этот нефрит есть. Как бы жалко. И тут еще этот острый надо исследовать. Так, сколько требуется на посела 180? Только тоже у Эльки Вамон куплю. Тут ближе плыть. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Продолжение следует...